Санкт-Петербург Комплекс невменяемости Композитор Сергей Курехин Операторы Наума Врунин и Сергей Астахов Звукооператор Александр Дударев Художник Дмитрий Волков Часть первая. Раковина Генделя Санкт-Петербург 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 Собаки под влиянием хрома могут преодолевать большие расстояния без ущерба для окружающей среды Первые опыты по хромированию собак поставил румынский академик Петрович Приготовьтесь, пожалуйста, хром Хочу напомнить вам, профессор, что до лекции профессора Генделбаха осталось пять минут Профессор, вот кролику разрезан Давайте ему что-нибудь введем Отлично, давайте немедленно введем кролику хром А может быть бром? Эээ... Бром, вступая в реакцию с молекулами мяса может вызвать у кролика отторжение от тела и тогда кролик сдохнет Продолжайте, коллеги, без меня, я пошел на лекцию Часть вторая Сосуд Шварца Часть вторая Сосуд Шварца Тема нашей сегодняшней лекции Это поведение Это поведение брома при атаке его молекулами хрома Это в простонародье известно как закон Майкельсона Шварца Всем хорошо известно, что Майкельсон был крупным российским ученым Но мало кто знает, что Майкельсон работал со Шварцем Шварц был репрессирован в 1937 году и практически расстрелян До того, как он был расстрелян он был помещен в Волга-Валт И тогда в одном из писем писем из лагеря своей жене он писал о том, что в процессе рытья ямы он обнаружил странную вещь Яма, наполненная бромом может хлорироваться только четырьмя молекулами углерода теоретически это может выглядеть так представьте себе молекулу углекислого блюмбума молекула ведет себя при атаке атома приблизительно так она направляется в сторону атома атом ведет себя пассивно он не воспринимает воздействие энергетических потоков сознания на молекулу и старается воспротивиться восприятию луча со стороны неземной коры кора отдает снизу и когда молекула начинает вращаться мы берем хлорированный бром и смешиваем его с плюмбумом 4S2H посмотрите что происходит вы видите видите и он был потрясен тоже ничего подобного ни один человек еще не видел и этот закон назывался законом Майкельсона потому что Сварц был забыт дело в том, что при стремлении А группе L вторых практически А равно нулю ноль здесь выступает как Y причем Y со знаком отрицательного служения возможности возникновения энергии при стремлении к бесконечности есть и бесконечность сменит на семерку но тогда посмотрите как ведет себя хром сейчас я вам покажу обратите внимание хром вот видите хром при возможности возникновения его в промежуточном состоянии он начинает выделять энергетику равную нулю посмотрите вот так вот выглядит схема возникновения нуля идет бром начинает хлорироваться при хлорировании происходит резкое сужение то есть он начинает сужаться сужаться и как бы опускается вот представьте себе как ведет себя бром вот хлор когда он начинает бомбардироваться атоми ради он начинает сворачиваться и как бы собирать в себя энергию энергия происходит только благодаря тому что возможность ее выброса назад обратно в окружающую среду может быть очень резкой и внезапной толчком вот так приблизительно происходит выброс энергии хлористого кальция к брому но бром не может быть обозначен точной совершенно континуальной средой он имеет совершенно конкретную структуру я покажу вам модель молекулы брома при хлорировании его атомом плюмбума посмотрите вот так выглядит бром в неподвижном состоянии достаточно ему вступить в реакцию синхронным кальцием посмотрите что происходит видите резкое изменение цвета резкое но это еще как бы промежуточная ступень так вот я хочу вам рассказать о том что пусть атом полежит здесь пока майкельсон человек незаурядного ума лучший друг лобожевского дал приказ чтобы шварц был уничтожен шварц был уничтожен по-моему расчленен но с менделеевым тогда уже тогда возникли разногласия менделеев настаивал что шестьдесят четвертый элемент вот он видите гд так называемый элемент гд он вошел в историю науки под названием гд сокращенно от год бог божественный элемент он имеет шестьдесят четвертую плотность посмотрите в чем была ошибка фау один обозначим его как н н у них была приравнена практически к фау нулевому что было совершенно ярчайшей ошибкой потому что фау нулевой должно стремиться к нулю наша лаборатория была первой лабораторией которая смогла дезинфицировать ноль при стремлении во бесконечность дезинфекция проходила дезинфекцию дезинфекция Часть третья. Дух Нобеля. Полет человека сквозь жизнь поддерживается силой его знаний. Дух Нобеля. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Господа, следующий номер нашей программы вручение Нобелевской премии мира по химии. Лауреатом в этом году единогласно признан профессор Гендельбах из России. В связи с невозможностью профессора лично присутствовать на церемонии без отсутствия средств передвижения, премия вручается временному поверенному Гендельбаха послу Албании в Нидерландах, барону Нардау. АПЛОДИМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ And that's all for now. На этом все. Как прошла церемония, Роберт? Ужасно. Премию присудили этому кровосмесителю и очковкирателю Гендельбаху за его псевдонаучные выкрутасы. А настоящие ученые в это время сидят в Нью-Йорке. В огромном доме. Это слепой гений Хлорбах, глухой певец науки Бромштейн и тяжело больной Патрик Смит, изобретатель прибора, выпрямляющего электрическую тупу. Прибор помещается в обычном чемодане. Да, да, в самом обычном кожном чемодане. При попадании в прибор кислорода майкет начинает вращаться. Чтобы выявить скрытую причину обнаруженного явления, они опустили в камеру мышь, создали ей идеальные условия, положили в контейнер с диаметром около 60 дюймов. Все это погрузили в батискав и сбросили с самолета. Господа, вы слышите? Какая чудесная музыка. Это Рахманина? Его выписали из клиники? Зарубите себя на носу. На нем все заживает, как на собаке. И вообще он сейчас как огурчик. Часть четвертая. Мускус и миндаль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok